Приветствую вас! Давайте для начала подумаем с вами вот о чем. Вы говорите о том, что хотели бы проявлять к своему мужчине больше внимания, да? Ну, пока что. Вот такой у вас запрос, да? Вы хотите больше внимания своему мужчине уделять, вот? А вы хотели бы наверное значит как-то удовлетворять его скажем так ну и именно вот в его желание вот но согласитесь что для этого нужно несколько условий для того чтобы ну для того чтобы проявлять себя как минимум как минимум как минимум для этого нужно быть свободным то есть проявление любви да? это суть творчества творчества проявления любви и чтобы вам творить творить что бы вы могли творить а необходимо быть свободным если вы не свободны в своём поведении если вы не свободны в своём отношении к мужчине то могут быть проблемы, и проблемы достаточно серьезные, а не свободны вы, потому что боитесь человека потерять, вот, и потому первый к вам вопрос будет именно такой, из-за чего вы боитесь потерять своего мужчину, а почему вы боитесь чего конкретно, то есть вы боитесь одиночества, например, вы боитесь остаться одна, например, или вы боитесь, ну, например, чего-то еще, чего-то другого. Об этом нужно подумать, потому что данный аспект напрямую влияет на ваше поведение. Не делая это, когда люди, ну, вот, в данном случае вы боитесь потерять своего мужчину. Совершенно не делаем. Если он к тому же еще и поймет, поймет, почувствует, узнает, что вы боитесь его потерять, вот, ну, тогда, вообще, вам можно смело сдаваться, потому что отношения с ним, скорее всего, будут идти только по неспадающей. Вот. Итак, первое, что нужно, это предоставить бояться его потерять. А дальше нужно понять, чего именно вы боитесь. Что именно сильнее всего вас пугает. И почему, по какой причине вас это пугает. Ага. Боитесь ли вы одиночества, например? Или боитесь вы перестать чувствовать себя женщиной? Или вы так же нуждаетесь в том, чтобы вас любили? Ну, как, ну, как ваш мужчина. Вот. Вот это очень важные аспекты в целом, на которые нужно, на которые нужно обратить внимание, потому что от них, возможно, зависит то, как вы выстраиваете отношения с молодыми людьми в целом. Вот. Это то, что касается страха. Следующий аспект. Следующий аспект. Вы говорите о том, что ваш мужчина хочет, требует от вас того, чтобы вы себя как-то, ну, проявляли по отношению. К нему. К нему. К нему. А позиция, мягко говоря, странно. То есть мужчина хочет, чтобы вы проявляли себя так, как хочет он. И по факту, по факту, отказывается принимать вас в покое, какая есть вы, вместе с вашими способностями к близости, к выражению. К выражению своих чувств, к выражению своих эмоций, желаний и так далее. Вот. Мягко говоря, это странно. Складывается такое впечатление, что мужчина, ну, скажем так, несколько неуверен в себе. Скажем так, мужчина нуждается в том, чтобы вы давали ему такую обратную связь, чтобы чувствовать себя лучше. Вопрос в том, хотите ли вы играть вот такую роль, да? То есть, ну, роль той, кто ведет себя так, как хочет он роль, подчиненный роль ведомых. Или вы все же хотели бы быть самостоятельным партнером в отношениях. Вот. На этот вопрос вам, конечно, нужно найти ответы, потому что от этого зависят дальнейшие ваши отношения, как вы будете, ну, взаимодействовать друг с другом. Вот. Но сначала вот определите, хотите ли вы такого мужчину, да, который, вот, ведет себя так, что требует от вас что-то, а значит, не принимает вас такой, какая вы есть. И это ваш выбор. То есть, нужно понимать, четко понимать, что выбор этот ваш, что вы сами выбрали себе такого мужчину. Далее. Значит. Вот. Нужно проанализировать ваше собственное поведение. Женское. То есть, вот. Когда вы только начинали встречаться с мужчиной, да, я уверен, что он у вас, от вас. Точнее. А, ну, ничего не требовал. Такого. А требовать я начал, вот только, не дам. И меня интересует. Меня очень интересует то, как вы отнеслись к тому, ну, или отнеслись, или, или относитесь к тому, что он себя так ведет. То есть, требует от вас какого-то поведения. который хочет, о-о-о. Но, при этом, который, может быть, не нравится, или не устраивает вас. Вот. Вот. Нужно проанализировать ваше женское поведение и посмотреть, 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 как вы себя проявляете. То есть, проявляете ли вы себя, а, действительно ли, как-то, а, негативно, то есть, действительно ли вы халатные мужчины. если так, то, причины этого нужно разобрать. И, посмотреть, как вам вообще было бы комфортно себя проявлять. То есть, как для вас удобно проявлять свою ласку? Как вы считаете это приемлемым? Вот. И, как бы вы могли это, это делать, а, ну, скажем, скажем, скажем так, а, без вреда, без вреда для себя. Без вреда для, а, а, ну, собственным, а, собственной зоне комфорта. Например. Например. Вот так, можно сказать. То есть, как, 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 как бы вы могли, а, себя вести. другие. Дальше идем. Следующий аспект. Это, значит, что для вас естественно, что для вас неестественно. То есть, что вы можете, что вы можете, что нет. Вот. И, соответственно, исходя из своих возможностей, я полагаю, что подкорректировать свое поведение. То есть, может быть, это, быть, более внимательный, говорить побольше побольше ласковых слов, побольше там, целоваться, побольше обнимать и так далее. Вот. То есть, вариантов, на самом деле, много, много. Вот. Вопрос в том, что из этого всего есть в ваших отношениях. Именно в ваших отношениях. А чего нет в ваших отношениях. И по, собственно говоря, ну, какой причине. Вот. То есть, какие блоки стоят. Вот. А пока, лично мне кажется, вот, исходя из того, что я вижу, мне кажется, что у мужчин, у вас он просто, знаете, как бы, ну, не используют. Может быть, это сильно грубо будет сказано. Скорее, может быть, он, вами манипулирует. Вот. Скорее. Скорее, вами просто манипулирует. Вот. И это, в общем-то, не есть хорошо. Потому что, как минимум, уже в отношениях у вас нет безусловности какой-то, нет легкости какой-то, нет свободы. Вот. А это все в конечном, в конечном итоге, создает достаточно, достаточно сильную напряженность, и элемент неестественности. вот. Поэтому, опять же, здесь я рекомендую вам подумать над тем, каких отношений вы для себя хотите. То есть, какие отношения вам нужны самой. И, для чего они вам нужны. Вот. вот это я рекомендую вам, на эту тему я рекомендую вам подумать. Потому что это важно. И, вот после всего этого, после того, как вы избавитесь от страхов, после того, как вы проанализируете, что вы можете, что не можете. Вот. После этого, уже можно будет думать о том, как менять свое поведение к молодому человеку, и менять ли его вообще. Вот. Потому что требовать больше ласки, это все-таки, все-таки, это не поведение, не поведение мужчины, который любит. Любит. Это поведение, скорее, человека, который хочет что-то для себя получить. Поэтому осторожно не торопитесь, не торопитесь меняться, не торопитесь подстраиваться. Вот. Так сказать, потихонечку, да, потихонечку, без спешки это делайте. Вот. вот. И тогда, я думаю, все более-менее, более-менее нормализуется. Хотелось бы сразу сказать несколько важных вещей, чтобы вы знали. Чтобы вы знали. если мужчина захочет вас бросить, да, он это сделает. Это первое, что вам нужно понять. то есть, что бы вы ни делали, как бы вы ни старались, как бы вы себя ни ставили, как бы вы ни меняли свое поведение, но если мужчина хочет вас бросить, он это сделает. в любом случае. Поэтому вам лучше, вот, я рекомендую, да, вам подумать над тем, чтобы не бояться его потерять и напротив воспринимать возможность расставания, ну или, или факт возможного расставания как совершенно нормально. То есть, то, что вообще-то говоря вполне может произойти. потому, что только с таким подходом можно построить отношения. Вот. Ещё раз, да, не на страхе, не на чувстве вины, не на принуждении, только на свободе. вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи! А-а-а! А-а! Удачи!